Доброе утро, уважаемые трейдеры! С вторника до четверга я, Ленчик Максим, буду вести утренние брифинги. Начнем. Рубль в минусе практически всю прошлую неделю и на торгах понедельник и продолжает падать во вторник. Главным фактором, естественно, является дешевеющая нефть, как обычно, и укрепление доллара США. Пик всех выплат налогового периода давно уже прошел, а в СМИ проскакивают сообщения о том, что у рубля совершенно не осталось поддержки. Но по факту цена на российскую валюту осталась на уровне четверга, так как нефтяная коррекция на ослабевшем долларе дала рублю отыграться. На стороне нашей валюты формально сыграло пятничное решение Банка России оставить процентную ставку на уровне 10,5%. Однако доллар вернул себе утерянные позиции на торгах против корзины основных валют. Так, в пятницу он показал один из самых слабых недельных результатов за три месяца, что является реакцией на данные о росте ВВП США, который оказался во втором квартале хуже прогнозов. Так он составил 1,2% против 2,6%. В первую очередь это плохой сигнал для тех, кто надеется на повышение базовой ставки ФРС в сентябре. Напомню, что на прошлой неделе процентная ставка США осталась на прежнем уровне, что сильно подточило позиции американской валюты. Анонсировалось 4 повышения ставки еще в 2015 году зимой. Впоследствии этот показатель сместился до двух повышений. Одно уже состоялось, второе пытаются аналитики предсказать. И в сентябре, скорее всего, повышение не состоится из-за того, что экономические данные оставляют желать лучшего. Так, активность в производстве в США сократилась более чем на два пункта, составив 52,6%. Но тот факт, что он остался выше 50, уже говорит о том, что, в принципе, ситуация не самая плохая, и данное снижение не имело значительного влияния на доллар в понедельник. Поэтому американская валюта провела понедельник, в общем-то, в плюсе, отскакивая от понижения в пятницу. Ожидается большой блок статистики во вторник, касающийся физических лиц США, в том числе личные расходы и доходы. Решение Резервного банка Австралии понизить процентную ставку, которая стала известна ночью, не сильно повлияло на корзину основных валют против доллара, но отразилось на австралийце. Так, после публикации данных, австралийский доллар начал падение, но впоследствии скорректировался и продолжил рост. Что касается фунта, исследовательская компания Маркет сообщила, что индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании упал в прошлом месяце с учетом сезонных колебаний до 48,2% с 52,1% в июне. Падение оказалось, опять же, большим, чем предсказывали предварительные данные. И слабые данные породили опасения в прочности экономики Великобритании, которая и так сильно пострадала после референдума о выходе из Евросоюза, и усилили ожидание снижения ставки Банком Англии на заседание по определению денежно-кредитной политики на этой неделе. Цены на нефть опять снизились в понедельник, скорректировавшись в пятницу на ослабевшем долларе, и продолжают снижение на торговой сессии во вторник, растеряв набранное ранее преимущество, так как увеличение производства в странах ОПЕК и рост числа буровых установок США продолжают давить на рынок, ну и в общее настроение остаются довольно-таки пессимистичными, так как Ирак и Нигерия продолжают наращивать добычу, так указано было, что Ирак собирается наращивать добычу до 3,6 миллиона баррелей в сутки. Иран также говорит о том, что не остановился на достигнутом уровне добычи нефти. Тогда как спрос оставляет желать лучшего, и в Китае он уже остается невысоким в течение всего года, и иногда случались какие-то всплески, которые откатывали нефтяные цены к высоким значениям, но на данный момент спрос снова невелик, то же самое происходит в Индии, тогда как иракские и иранские телеканалы говорят о том, что баланс спроса и предложения, скорее всего, будет найден осенью или в ближайшее время. По факту никто не ожидает равновесия спроса и предложения уж точно до конца 2016 года. Так что нефтяные цены продолжат свое падение во вторник, и, возможно, в среду, если не будет никаких данных. Хотя, скорее, возможно, что в четверг запасы нефти в США могут немного упасть, что прекратить падение нефтяных цен, но уровень поддержки находится на данный момент на уровне 40 долларов за баррель, и его пробитие маловероятно в перспективе ближайшего торгового дня или даже в перспективе ближайшей торговой недели. Что ж, на этом все. Спасибо большое за внимание. Следующий вебинар будет завтра. До свидания.